Приветствую вас! Что же происходит с таким бравым воякой, как Прохожиным? Что он собрался там убегать? Уже письмо, что ей написал, что все, десятое я сваливаю, давайте замену иначе хана. Что же случилось? Ну, опыт показывает, что такие люди, имеющие большой криминальный опыт, знают, в этом деле вовремя смыться, значит, это хорошо. Ну, он превосходно видит, что ситуация критическая. Уж кто-хто в бою, что его может, ну, не все видит и не все не хочет замечать. А он видит, он видит, что хана. Превосходно видит. Ну, и, честно говоря, не хочет быть кранем. Ну, он же превосходно понимает, что если в украинской армии придет наступление, у него вообще ничего не останется. Потому что, понимаете, пойдет паника, бегство, плюс ко всему добавится общий бардак и все. А ему это не хочется, не хочется, ужасно. Лишится своих пацанов. Ну, это, ребята, это знаете. А ради чего тогда это все затевать будет? По этой причине, да, он действительно хочет спрыгнуть. Валить. Хочет? Да, очень хочет. Ужасно. Страшно хочет. Пока не поздно. Ну, понимаете, как ситуация. Одно дело, когда ты проиграл, а другой, когда говорит, вот я все сделал, а эти вот, я вот ошел на минутку, эти засранцы все провалили. А вот я, да, 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 тогда действительно, как будто, нет, это же не я виноват. Они же виноваты. Тут, понимаете, какая интересная ситуация. Вообще, если послушать российские средства массовой информации, все абсолютно. На такое представление, что выявит один пригожий. Честное слово. Не, я понимаю, что он там подплачивает, заплачивает, плюс ко всему. Его покровители очень активно его пиарят, что есть-то есть. Но, знаете, тут один эксперт задал вопрос, говорит, а где же хваленые мобики? Ну, там же 400 или там 300 тысяч мобиков. Где? Почему их нет? Скорее всего, тут немножко другая ситуация. А это, может, где-то есть, только ни на что не гоняться. Хочу вам напомнить, что украинская армия разгромила всю профессиональную армию России. Когда Путин начинал войну, у него было 160 тысяч профессиональных военных. Ну, сами мои профессиональных военных, во-первых, долго готовить надо. Во-вторых, они действительно профессиональные военные. И да, действительно, у Путина была такая бредовая идея, что 160 тысяч, он восьмой-то раз, захватит Украину, все, ура. А взяли и разгромили всех. В черт! Нет, нет профессиональных армии. Просто нет. Да, мобиков, мобиков, набрать, быстро, 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 быстро. Но, начнем с того, что, во-первых, они воевать не хотят. И это всем понятно. Да, в некоторых случаях, действительно, там те же прогрошенцы, как за родительный отряд выступать, когда мобиков бросают наперед, давай, погибай, а мы уже за вами. Такая ситуация есть. Но это не спасает такие войска общения, что они гонятся. Это и есть. Плюс ко всему, вы не забывайте, что, ну, как сказать, мобики сдаются не просто в плен, а не бежат сдаваться в плен. То есть, на их надежде никакой практически. Да, действительно, у Прыгожина немножко другая ситуация. Там, как бы, такой контингент заточенный, что если сдашь в плен, тебе хана. И по этой причине, да, действительно, они немножко по-другому воюют. Почему так и получилось, что, ну, кроме Прыгожина, другой армии нет в России. Знаете, армия зэков оказалась единственной армией, которая есть в российской, у царя-батюшки. Больше нет. Остальное не работает. Да, такая ситуация. Полно. И по этой причине, я так понимаю, может быть, конечно, с точки зрения теории, можно заменить Прыгожинских на, ну, там, мобиков. Но, я думаю, с точки зрения практики невозможно. Но разберутся. Не, ну, конечно, можно там бросить мобиков, поставить в тылу Прыгожинцев. Но, я так понял, это уже не срабатывает. И, да, проблема критическая. Полно секретическая. Ну, понятное дело. Добавьте еще, что Прыгожина свои спонсоры, в Шойгу свои спонсоры. Башни Кремля не всегда воевали, воюют и будут всегда воевать. Это факт. И по этой причине, да, действительно, сейчас мы видим классическую войну башен Кремля. В некотором случае, это Прыгожинка. Длина башня, Шойгу, другая. Там, конечно, еще парочку. Вы не переживайте. Их довольно много. И даже, вот почему некоторые говорят, вот эта имитация взрыва в Кремле, это одна из башен Кремля. Вполне возможно. Вполне. Помните? Ну, понимаете, тут же, как бы, вот эти намеки, да, плюс, ко всему, уж не понимаете, провокации, это же тоже, тоже, тоже башня митворяет. Ну, понимаете, как ситуация, поймите правильно. Они, конечно, хотят все на этой войне заработать. Это однозначно. Для этого не существует. Для этого они, вообще-то, власть в России захватили. В тот же самый момент они хотят проиграть. И в тот же самый момент они ужасно хотят уничтожить эту беззубого щенка Володьку Путину, который промахнулся. Потому что, ну, маленькая ситуация. Они все-таки надеялись, что он не настолько дурак, но он оказался дураком, который промахнулся. И действительно, на сегодняшний момент сделать с него крайнего, это хорошая идея. Понимаете, понимаешь, и сейчас некоторые жители России сказали, да вы что, чтоб нашего Путина. Уга, у нас суд, да быть-то он не может, друзья мои. В России все может быть. Может так произойти, что как-то непонятно. Вдруг ни с того ни с сего. Под белые рученьки беззубого щенка Володьку Путина. Самое интересное, будьте уверены, что пропаганда это преподнесет как величайший успех российской демократии и как желание всего российского народа. Всего. Да. Что-что это работает или сработает. Так что да, ситуация принимает очень интересный оборот. Ну что ж, смотрим. Вы как, за Прыгожина или против? Ваш личный мир. Вы за, аль против? Да, щенка проиграла. Все. Что бы там ни говорили, и как бы там ни говорили, и как бы ни пытались в России объяснить, что нет, все идет по плану. Да, по плану. По плану проиграли войну в Украине. Что есть, то есть. Так что Прыгожин все-таки опытный рецидивист. Он знает, вовремя смыться. Это не предательство. Это правильно сделать. Ну, понимаете, по бандитским понятиям. Вовремя свалить, это правильно. Правильно. А вот остаться, и чтоб тебя потом и накрыли, ну это по бандитским понятиям считается, лох ты, никуда не гонящийся. О! Ну, а разве Прыгожин лох, ну такое скажете. Я понял. Он? Ну, конечно, лох же связался с Путиным. Но бандит он известный. Вы никогда не думали, что произойдет, когда ее пацаны зайдут на территорию России. С оружием совсем, а? Ох, они устроят. Места живого не будет. Какие там 90-е годы? В 90-е годы БМП столько оружия не было. А сейчас все будет. Оружие, грантометы. Бойцы с западом боевых действий. Это на территории России. Это в Москве. Какой там взрыв в Кремле? По праву в Кремле. Такие будут, что мало не горю. А Прыгожинцы, вагнеровцы такие. Уж они оторвутся по полу. Им-то терять нечего. Вы их бросили по беспределу, да? Погибли? Да. Потеряли? А теперь надо отвечать. Вот так и будет. Так что, такова судьба России. Была хорошая страна. Ну, это, как дорогом оказался. Сами знаете. А вас благодарю за внимание. Всего на лучшего. Ставьте лайки, дизлайки. Ну, и все-таки напишите. Вы как? За Прыгожина или против? Уже очень хочется узнать. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok